Не буду здороваться. Если честно, я обижен на вас за маленькие просмотры на предыдущей части. Вместо того, чтобы разослать мое видео всем своим друзьям, родителям и соседям, вы решили писать мне гадости в комментариях? Даю вам последний шанс, чтобы исправиться. Иначе я удалю канал и утоплюсь. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Ну не суть. Кому вообще это интересно? Тревор возвращается в не свою хату, к не своему кузену, который просит не жить Тревора и Уэйда в не своем доме. Ведь здесь живет не наша девушка и вообще творимые какие-то неправильные дела. Так как дом не его, а рандомная шалава, с которой он состоит в абьюзивных ненормальных отношениях, с присутствием женской доминации и фемдомом. Его могут отсюда высеять в любой момент за малейшую провинность. Он решает пожаловаться, что Тяночку ему было найти очень тяжело из-за своего маленького пинуса, с которым смеется любая Тян. Знаете, я вообще считаю, что Тянке ей не нужно. Ну в общем, показав ему, что нет ничего лучше настоящей мужской любви, Флойд решает перевести тему и рассказать, что работает в порту Лос-Сантоса. Тревор цепляется за этот факт, потому что не проще что-нибудь оттуда спиздить. Причем он сам не знает, что именно. Да какая в общем-то разница. Я вот как-то раз украл из ларька глазированный батончик Баю Александров с писташкой по акции. И отсидел за это, ну, 45 лет под домашним арестом. Ну не суть. Берем двух идиотов и едем в порт. Там некий быковатый начальник приказывает Уэйду идти чистить свой фаянсовый трон вилкой. Ведь вилка, как известно, самый эффективный инструмент в данном деле. Тревора с Флойдом тоже напрягают работы. Сначала нужно перевести контейнеры из пункта 7 в пункт 8, а потом залезть на кран-манипулятор и загрузить контейнеры в тягачи уже с него. А еще я, кстати, анекдот по этой теме вспомнил. Знаете, когда Флойд начал работать в порту, он думал, что это поможет ему решить проблему с женщинами. Но выяснилось, что здесь тоже нужно уметь правильно погрузить и выгрузить контейнеры, чтобы не потерять груз и не испортить настроение начальнику. Если вы посмеялись с этой шутки, то поздравляю! Вы сдали тест на IQ по Навальному и набрали 20 лет стругого режима. С крана открывается прекрасный вид на корабль некой ЧВК Редан, также известный как Мэри Уэйдер Секьюрити Консалтинг. Делаем фотографии судна и отсылаем их Рону. После спускаемся и едем в доки к воякам, дабы поинтересоваться их мнением насчет теории стаицизма и философии Сенеки. Тревор внезапно стал любителем миссиканской сладости Чурос и сделал вид, что заблудился. Оставляем воинам света на развлечения Додика, а сами воруем чемоданчик с огладными о прибытии делдаков на пункт выдачи Озон. Приезжаем к ненашему дому и застаем там у Уэйда после плодотворной работы вилкой. Скидываем портрет Бляди со стены, чертим план ограбления, привлекаем к нашему будущему делу Майкла и Франклина и заканчиваем миссию. Майкл смотрит телек. Но противная жирная проститутка, сука, тварь, гнида, жена, начинает капать на мозги по поводу Тревора и того, какой Майкл гандон. Внезапно в дом проникает человек, похожий на родителя номер 2 и начинает что-то затирать про Йогу. Естественно, мы соглашаемся на что-то новое и начинаем групповой тренинг, нацеленный на постановку рота и ануса на одной линии. Не сказать, что это очень хорошо получается. Да и вообще в один момент из-за достижения просветления Майкл решает тупо хлобыслить морду Йогу, но как лопух, чисто дубина, падает в бассейн и начинает плакать. Хорошо, что остался еще сын, с которым Майкл решает прогуляться. Джимми надо врыгали неподалеку от дома к своему солевому корешу. Там он берет коктейль и угощает им нас, после чего забирает машину, выкидывает папку посреди улицы, откуда Майкл попадает в так называемый Чуркастан, а после кровину на обрезание. Так как за обратную дорогу шекелей мы не отстегнули, приходится лететь домой на своих двоих. Косплеем 11 сентября и очухиваемся на газоне перед домом. К счастью, в семье не без урода, поэтому все уроды решили переехать и трусливо оставить записку на прощание. Недолго думая, угоняем родовную машину и заводим нового друга, дабы Майкл было не так одиноко. Доезжаем до офиса ФБР, где нас уже ждет Дэйв Нортон и хуесосы. Одного из них зовут Стив Хейнс, и он станет нашим начальником в деле крысятничества. Он объясняет, что Азера, которого мы искали в морге в предыдущей части, прямо сейчас держат в офисе Центрального управления разведки и пытают. И так как он знает слишком много и может поспособствовать скорейшему увольнению хуесосов, нужно его выкрасть в личное пользование. Едем в супер секретное место на краю города, где Майкла уже ждет Франклин и Тревор. Кстати, по сюжету, это первая встреча негров с психом. Майкл и Тревор прыгают в вертолет и прилетают к зданию Цура, а Франклин сидит на соседней крыше с винтовкой, дабы прикрыть их. Спускаемся с вертолета на нужный этаж и лицезреем картину, как фембойчик угрожает Азеру, что сделает ему анальный фистинг фонарем. Так как в своих тайных желаниях Майкл хочет того же. Он не выдерживает и разбивает окно, дабы присоединиться к тосе людей с абсолютно нормальными фетишами, а заодно и захватить мистера Кей. Вместе с Франклином они начинают отстреливать ментов, пока Тревор не найдет нужную кнопку для того, чтобы поднять Майкла. В конце концов, улетаем от мусоров подальше и передаем торговца бананами в надежные руки. Франклин приезжает домой, дабы отдохнуть, но тетка не пускает нашего чернокожего друга в дом, параллельно говоря, что клад он мудак и сделал слишком большой подкоп, а из дома на привязи к нашему пёсу ли выходит Ламар. Пока Франклин слушает, что он не настоящий генста нига щит, к дому подходит еще и Тревор. Он дает нашей тетушке целых 8 долларов, дабы та могла побаловать себя. Или побаловать даже. Ну, или хотя бы одеться не как бомжиха, а как настоящая женщина. В общем, Ламар говорит о неком деле на Грув Стрит, куда мы теперь и направляемся. На месте оказывается, что сучий нигер захотел кинуть нас и вместо килограмма хмурого предложил целый брикет штукатурки. После такого кидалова начинается тир, в котором все баусы отправляются в царство Аида, а нашему трио нужно скрыться от фараонов. Прыгаем на водные дырочки и несемся по сточной канаве, куда глаза глядят. Ах, точно, чуть не забыл! ТОП интересных фактов о сточной канаве. Первый факт. Там воняет. Одиннадцатый факт. Вы воняете. Седьмой-восьмой факт. В этой канаве утопился ваш папка. Уходим от фараонов и отвозим негра домой. Возможно, вы можете счесть, что я недостоверно передаю вам сюжет, ведь не рассказывал, куда же делся Ламар. Ответ прост. Он умер. После этой миссии нам звонит аноним. Он приглашает Тревор на склад на окраине города, где нас уже заждался Майкл. Я тоже. Внутри нас дожидаются трое хуесосов. С одним из них мы еще не знакомы, но через какое-то время он вновь появится в сюжете. Помимо них, здесь есть еще недавно украденный и переданный из одного анального рабства в другое мистер Кей. Он должен рассказать хуесосам о неком террористе, с которым он знаком. Активно помогать ему будет в этом Тревор, в то время, как Майкл с Нортоном поедут на место, дабы ликвидировать опасную цель. Мистер Кей сообщает нам адрес рядом с домом Майкла, но по приезду оказывается, что там уже несколько лет снимаются кукол в порно. В общем, дабы разговаривать нашего подопытного, нужно применять определенные средства. В первый раз Тревор решает продемонстрировать, что же будет, если не носить наколенники при езде на роликах. После этого мы получаем другой адрес и едем на него. В дороге личный агент Михаэля рассказывает, что на самом деле уже долгое время переписывается с Тревором от имени Бреда. Бред, кто не помнит, один из подельников, что был на ограблении в Северном Янгтоне. В общем-то, когда-то Дэйв Нортон и подстрелил его, а после, ради полного соответствия настоящим похоронам, тело Бреда положили в гроб Майкла, чтобы сам Майкл мог начать новую жизнь. Тревор же думает, что Бред сейчас сидит в тюрьме, а после работы с мусорами, его другу смогут скостить время драйонья параш, то бишь отпустить по УДО. Мы доехали на место и обнаружили, что вместо одного человека в доме целых... В общем, я болел, когда счет проходили, поэтому их будет восемь. Все они похожи, как два лежащих рядом арбуза, а поэтому нужно более детальное описание цели. В этот раз мистер Кейз захотел принять ванны, в чем Тревор, конечно же, не отказал. Увы, но сердце его не выдержало того факта, что укладке волос пришел конец. Благо, это можно легко исправить. Он говорит про мужчину среднего роста, средних лет и среднего телосложения. Увы, этих данных опять недостаточно. Поэтому теперь мистер Кейз узнает, почему убивают амперы, а не вольты. Ну, блядь, че я знаю. К сожалению, он опять вышел к бессознательному состоянию. Ему помог укол, но... У меня нет медицинского образования. И я боюсь, что просто не попаду иглой в сердце. В конце концов, я не дурак и понимаю, что только настоящий, высококвалифицированный врач должен помогать человеку. Что же случится с нашим родом, если вместо профессионалов начнут работать такие аматоры, которые ничего не понимают в том, что делают? Ведь начнется настоящий ад и... Держи, держи, держи... 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 О, да, плохой пастер, чувак. Ты пупил красавец! Те, в последние несколько минут детей украли одного мужа значительно инноцентная и я даже не знаю, почему я это сделал. Что это делает мне пупил красавец? Ты спустила, пункт. В то же время, когда я злюбил, твоя маленькая ракета в общем оказывается что у нашей цели есть борода вот только проблема в том что почти у всех в этом доме есть борода даже у женщин так как тревор профессиональный садист он с легкостью делать отбеливание зубов нашему другу и он наконец говорит что тот кого мы ищем левша который еще и постоянно курит стреляем попадаем сообщаем об этом который говорит тревору о том что теперь от подопытного нужно избавиться но так как тревор филлипс убежден что пытки это не выход и только вредят а сам был он никогда не стал таким заниматься он отвозит мистера кей в аэропорт откуда тот успешно улетает в чуркастан на своем чурка самолете после конца миссии нам звонит уэйт и говорит что видел подлодку которая так нужна нам для ограбления вы же еще помните что пару миссий назад тревор был в порту и фотку корабль я с тобой говорю хватит заниматься своей хуйней параллельно что больше глаз от ваги бобра все мра бобра прикатываем на место баромию и отвозим безопасное место вновь едем на сборище маразматиков где узнаем что нужно выполнить еще одно поручение от легавых украсть деньгу и документы а сделать это можно с помощью смекалки и смешных мемов мемов именно поэтому тревор отправляется сначала за эвакуатором а потом за мусоровозом костюмами масками кстати зацените какое подготовил для франклина ну и машины для отхода с места преступления думаете что его так сразу поеду на ограбление нет уж франклин приезжает на встречу с лестером где тот рассказывает что нужно замочить обслугу капитала который торгует диагрой мало того он рассказывает что после его кончины стоимость акций конкурентов пойдут вверх поэтому франклин вкладывает все свои 10 тубриков финансовую пирамиду подъезжаем к отелю валим продавца говна и идем фиксировать нашу прибыль всем привет я рядовой участник системы ммм 2 0 мало того лестер переселяет франклина в новый дом на вайнгуде а еще к нему подселили двух беженцев из эфиопии жизни игры удалось и самое время переключиться на тревора и проходить миссии за нее грязный вонючий полы блять пьяный сидит сука шваркается еще и пахнет сто процентов как мужские яйца ну то есть как морозный день на альпийских лугах на не наше хату заваливается майкл и франклин в то время как новый крепостной тревора делает ему массаж ну например матки наши друзья смотрят на план и убеждаются что тревор сэкономил на услугах лестера целых двадцать процентов франклин садиться в машину к тревору а я пока объясню план ограбления франклин находясь на мосту неподалеку от порта отстреливает ридановцев и прочую нечисть тем самым расчищая путь для майкла который заплывет на корабль и нафарширует его петардами а после этого когда корабль медленно пойдет ко дну приплывает тревор на подлодке и заберет секретное оружие со дна ой кажется пока я рассказывал вам план ограбления в это ограбление увидели какая жалость ну наверно стоит над этим поплакать в конце концов приходит лестер который говорит что воровать супер оружие продавать его китайцам мягко говоря не лучшая идея а если грубо то полный рофл пранка кринж за который можно спокойно попасть список самых разыскиваемых преступников а самых опасных преступников не разыскивают а стреляют на месте так что увы все награбленное приходится вернуть кстати если вам интересно что же произошло с желтой подлодкой тревора она утону после этого ограбления нам доступно следующее где профита мы также не получим а лишь сможем еще раз утвердиться в качестве ручных крыс у ментов приезжаем супер секретное место встречаем майкла и франклина надеваем купленные маски и едем перекрывать мусоровозом дорогу это нужно сделать дабы остановить проезжающую инкассаторскую машину протаранить эвакуатором после отстреляться от пары сотен фараонов зачем дело в том что у инкассатора в машине вовсе не деньги а некие документы которые очень нужны друзьям из фсб после отстрела болванчиков прыгаем за франклина в мусоровоз отъезжаем от места происшествия тихо чтобы никто не услышал взрываем его и уезжаем в это же время майкл подъезжает к дому некого дэвина уэстона чтобы отдать документы которые мы только что одолжили у дядек в зеленых костюмах он говорит что есть еще одно дельце в нем нужно угнать 5 супер дорогих машин ну типа шахи после чего он их продаст а мы сможем озолотиться а чтобы майкл не отказал обещает сведет его с неким порно-продюсером по имени соломон ричардс главным фанатом которого как раз таки является майкл но сделает он это как-нибудь в другой раз ведь я уже заебался крутить динамо машины чтобы смонтировать этот сраный ролик